Ты ждешь мой завета, от трубы ты нет, ты не спишь до рассвета, все пустишь обо мне. Помимо общего праздника Победы, который отмечают в центре Владивостока, здесь, возле здания администрации Первореченского района, тоже каждый год 9 мая витает праздничное настроение. Песни и танцы, полевая кухня и настоящая боевая техника – все это уже традиционно встречает жителей города на мероприятии под названием «Минувших дней. Святая память». Самое главное, что на этот праздник мы приглашаем наших уважаемых, дорогих ветеранов. К сожалению, с каждым годом их приходится меньше и меньше, и мы спешим, чтобы как можно больше людей успели поблагодарить их за тот подвиг, который они совершили в Великой Отечественной войне. Уникальностью мероприятия всегда была демонстрация легендарной техники, а именно танка Т-34. Это не муляж и даже не копия, а самый настоящий участник боевых действий, повидавший Сталинградскую битву и не только. В этот раз к нему добавили и бронеавтомобиль Ба-3. Боевые машины сразу же были оккупированы детьми. Он красивый, стреляет наверх, но он на войне был самый крутой, но зубаться на него очень трудно. Очень твердо даже кажется, что эта деталь, хоть вроде кажется, она очень на вид хрупкая, но она очень выдерживанная. Я только что на нее уставал, а она выдержала меня. Мы видели, конечно, технику и можем сказать, что техника, конечно, мощная. Военным духом тех времен наполнили праздник и солдатская каша, и агитационные плакаты, и даже реальные армейские частушки, которые распевали 72 года назад. Интерес к празднику Победы, он волнами идет, если честно. И в какие-то года он чуть-чуть спадает, в какие-то года он нарастает невероятно. Вот, например, на 70-летие Победы был очень большой интерес. Потом он немножечко там на спад пошел. Сейчас вы можете сами посмотреть, например, танк. От танка видно только дуло, потому что он весь излеплен детьми. Они все лазают, бегают. Я тоже не могу отойти. Все фотографируются, дергают за сапог, дергают за ППШ. Как отметили участники праздника, 9 мая еще долгие годы будет ассоциироваться с великой победой русского народа, с мирным небом над головой и с тем фактом, что наше поколение имеет честь быть наследниками тех событий. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.